Привет! Как насчет того, чтобы послушать немножко про трампов в Голландии? А, хотя чего там слушать? Поехали смотреть! Итак, первое, с чего мы начнем, это автобусы. Так выглядит автобусная снаховка. Обязательно есть рядом мусорный бак. Так можно посмотреть маршруты автобуса. А здесь номера, которые останавливаются. Автобусы бывают междугородние. На некоторых автобусах можно доехать, например, даже до Парижа. А есть автобусы, которые ездят внутри города. И чтобы нам войти в автобус, нам нужно, конечно же, его дождаться. Да, фокусы и карточка. Произная. О праздных карточках я расскажу тебе позже. Смотрите, это касса для банковских карт, потому что они не принимают наличку. Либо у тебя есть проездной, либо плати карточкой. Итак, мы поздоровались, сделали чек-эн и проходим внутрь. Сюда мы приложим билет перед тем, как выйти. А здесь пишут время, следующую остановку и конечный пункт назначения автобуса. Вход в автобусы возможен только через переднюю дверь. Через вторую дверь можно войти, если у тебя есть коляска. На полу значки о том, что это места для инвалидов и колясок. Кстати, некоторые водители не поедут, пока не убедятся, что ваш ребенок правильно зафиксирован в коляске. То есть, он внутри пристегнут, а коляска стоит, головой против движения и колеса ее зафиксированы. А еще они запросто могут никуда не поехать до сих пор, пока каждый из пассажиров не зачекинется. Это места для беременных, бабушек и инвалидов. Но сейчас здесь сидят туристы из Азии, а почему бы и не? Вдоль дороги велосипедная дорожка. Многие не пользуются общественным транспортом, предпочитая велосипеды. Диктор объявляет только остановку, у которой подъезжает автобус, и на какие еще маршруты здесь можно пересесть. Следующую остановку после этой они не объявляют. Это что-то вроде станции пересадки. Тут останавливается большое количество разных автобусных маршрутов. А раньше в этом павильоне стояли самолеты. Тут заряжаются машинки Тесла. Не забудьте приложить свою карточку при входе и выходе, напоминает нам наклейка. Чтобы быть уверенным, что автобус остановится на твоей остановке, нужно нажать на кнопочку. Эти места помечены так не случайно. Место в транспорте уступают неохотно, и поэтому именно здесь предпочтение отдается беременным, пожилым и инвалидам. Прикладываем карточку, чек-аут. Если этого не сделать, можно получить неприятный штраф. Я привезла вас в транспортный рай. Отсюда автобусы разводятся в соседней деревушке. И по городу автобусам. Пойдемте посмотрим, что здесь успеется. Мы в Схипхоле. Это центральный аэропорт Голландии. Помимо самолетов, здесь есть всевозможные автобусы и поезда. И, конечно же, такси. Смотрите, смотрите. Тут написано, что это официальный такси. Вы проходите по змейке. Попадаете в очередь. И здесь вдоль дороги стоят таксисты. И легально принимают вас. И вот здесь есть правило. Но на самом деле в эту длинную очередь машин встают не только легальные таксисты, но и все, кому не лень. Поэтому, несмотря на то, что я оставила очередь, еще не факт, что ты попадешь к легальному таксисту. Мотория аэропорта и в зданиях курить нельзя. Зато есть, видите, специальные такие очень позитивные места для курения. У них даже есть домик, в котором они прячутся от дождика и ветра. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ